В июле супруги Дмитрий и Татьяна Шемякины взяли на воспитание девятерых детей из Донбасса. Вместе они сейчас живут в Люберецком округе. Тогда многодетную семью навестил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Как сейчас живут Шемякины, расскажет Мария Антонова. Да, ну так уже всё готово. Пока старшие девочки готовят завтрак, их братья и сёстры заняты не менее важными делами. Умываются, смотрят мультики, играют. Стандартное шумное утро многодетной семьи. Как будто так было всегда. Но этим составом семья Шемякиных живёт всего два месяца. Живём дружно. Друг друга выручаем. Особенно вот старшие ребята хорошо помогают. Татьяна и Дмитрий – приёмные родители девятерых детей из Донбасса. Воссоединились они в июле этого года. У Дмитрия и Татьяны есть ещё двое кровных малышей – двойняшки, которым всего по два года. Под одной крышей большого дома живёт 13 человек и один маленький котёнок. Она весёлая, она может везде бегать. Я ещё, когда Каролина спала, я её дрессировал. У всех детей есть свои комнаты. В каждой по три человека. Девочки с девочками, мальчики с мальчиками. Друг другу помогают. Ведь в большой семье никак иначе. Никого из них не увидишь поодиночке. Если что-то делать, всегда вместе. Я люблю рисовать сегодняшним походу. Новым для детей стала не только семья, дом, но и школа. Собрать детей на учёбу родителям помогли органы соцопеки и администрация округа. Дети ходят с удовольствием, радуются хорошим оценкам. Получила пять по истории и пять по общественному знанию, и по физкультуре пять, и четыре по математике получила. Места выделили рядом с домом, в гимназии номер 18 Тамилина. Четверо детей ходят в среднюю школу, двое в младшую. Очень активные. Сразу влились в класс, нашли общий язык со всеми ребятами. Ребята их приняли. На уроках ведут себя очень даже хорошо. В семье Шемякиных яркий пример людей с большим сердцем. Когда любовь объединила, казалось бы, 13 абсолютно разных по характеру людей. В одну большую и дружную семью. Даже за такой пока небольшой промежуток времени.